Андрей Андреевич, есть ли методы для победы ребенку в спорте? Я вам хочу сказать, что в случае, если человек ставит ставки на своего ребенка, то я могу сказать, что это является очень неприятным для самого ребенка. В моей жизни была такая история. Я начал очень хорошо, почему-то начал очень хорошо играть на трубе. После этого играть на баяне, это было в молодом школьном возрасте. И я расскажу сейчас, как я бросил. То есть в тот момент, когда кто-то из близких начал говорить, что на мне можно зарабатывать, и давай будем зарабатывать, и давай ты, то тогда я начал чувствовать, что я не хочу этого делать. Почему? Хочешь зарабатывать, иди сам зарабатывать. А так получается, ты будешь нашим рабом. У меня была история такая со знаменитым мальчиком таким, его Вадим зовут. Его отец всю жизнь мечтал, что он станет знаменитым чемпионом в теннисе. Что он станет очень знаменитым чемпионом в теннисе. Так вот, он вкладывал очень большие деньги. Работал только для этого мальчика. Отца зовут Тимур. Он очень много вкладывал в этого мальчика. Старался, чтобы этот мальчик выступал на всех соревнованиях. Чтобы все было вот очень-очень там хорошо. Чем это все закончилось? Тимур не захотел выступать. Он специально не приходил на тренировки. Он специально начал много кушать. Он начал скрываться, пить алкоголь. И потом очень долгое время, ну не Тимур, а вот этот Володя или Валик его звали, со своим отцом Тимуром. Перестал общаться с отцом. Почему? А потом я у этого мужчины спрашиваю, что тебе? Он говорит, да я на него поставил целую жизнь. Я хотел, чтобы он... Он говорит, я квартиры не покупал, вкладывал в него. Я машины себе не покупал, вкладывал в него. Он самый лучший мой проект. Я говорю, он ребенок, друг мой, он ребенок. Ты забрал у этого ребенка детство. Он имел право иметь свой уголок. Он имел право играться в кубики. Он имел право отдыхать. Он имел право, он должен был чувствовать, что он ребенок. Он не должен был чувствовать, что ты его раб вообще. После этого, что произошло у этого мальчика? Он включил протест. Почему? Я не хочу для отца зарабатывать деньги. Я не хочу отцу строить. Мне не хочется, чтобы отец... Я не хочу быть продуктом своего отца. Понимаете? Я хочу быть своим персональным продуктом. Я сам себя хочу создать. Естественно, когда вот там... Почему ребенок не может в спорте получить там что-то? Потому что, скорее всего, вы ставите ставки на этого ребенка. Это противно. Вы у ребенка спросите, он хочет этого или нет. Я когда хотел, то я получал все. А так человек говорит. Вот у меня одна женщина, мне все время пишет. Не может сдать КМС, не может сдать. Никто не хочет, я буду судиться, я всех накажу. Что это такое вообще? Как не стыдно. Все сдают, все нормально. А здесь прямо вот супер требования к этому ребенку. И зал не такой, и дети не такие. У меня история есть о Жене, когда ты рассказывал. Женя петь не умел. Метр пятьдесят ростом был. И страшный такой. Так мама всю жизнь мечтала быть певицей. После этого решила, что Женю сделает обязательно великим певцом. Тенором, как в детстве включала ему видео, там где выступал Люча на повороте. Когда он вырос, он поступил в консерваторию за деньги. Поступил в консерваторию за деньги. После того, когда в консерваторию поступил, отучился за деньги. Потом, когда отучился за деньги, получилось, что Женя петь не умеет. А консерваторию закончил. После этого его на работу никуда не берут. И пришло вот такое несчастье к нам в офис. и говорит, я вам сейчас пою. Я пою, как луча на повороте. И после этого здесь валал, как теленок, знаете. И люди, которые сидели, не могли поверить, это твой у нас песней зовется. Он говорит, я ему говорю, Жень, ты, конечно, не обижайся, вот то, что я тебе это скажу, но я могу тебе сказать, что то, что ты учился пять лет в консерватории, тебе не нужно было этого делать, потому что я знаю людей, которые поют в караоке после 250 граммов принятого алкоголя, лучше, чем ты сейчас спел перед нами, после пяти лет бесконечных тренировок. Я ему говорю, ты не обижайся, но у тебя не получается петь, это не твое. Тебе вообще, у тебя хорошо бы получалось, если бы ты был коллекционером, марками бы занимался, даже стихи писал, возможно, если хочешь быть творческим человеком. Но у тебя точно нет, у тебя все в жизни есть. У тебя есть дар к запоминанию, дар к языкам, но у тебя вообще нет дара петь. Вообще, у тебя его вообще нет. Ты так плохо поешь, насколько это может быть. Он говорит, Андрей Андреевич, вы не понимаете, у меня просто правильно поставленный голос, и вот то, как я пою, может оценить исключительно человек, который знает, что такое музыка, оперное пение и так далее. Я ему говорю, послушай, не морочь мне голову, я знаю, что такое оперное пение. Когда включаешь луча на повороте, когда он поет Ава-Мария, то хочется его слушать вновь и вновь. Понимаете? И это красиво. И смотришь на Филиппа Киркорова, который умеет танцевать и красиво поет. И это все равно отличается от Баскова, который петь не умеет. Понимаете? То есть все равно, ну у каждого, наверное, свои какие-то вкусы, да, тем не менее. Могу сказать, что все равно, как ни крути голос, либо слышен, либо нет. Вы понимаете? Я как говорил раньше, что я не могу слушать рюмка водки на столе, как его, лепса, да? И я как считал, что этот человек не умеет петь, я так и считаю, понимаете? Тем не менее, я могу сказать, что у лепса хотя бы харизма есть, знаете? Вот там харизма есть какая-то, он там дергается как-то очень смешно. А вот у этого даже харизмы не было, понимаете? Я когда-то говорил на первой ступени, я хоть идиот, зато у меня хоть харизма есть, понимаете? А у него ни голоса, ни харизмы не было. Но мама все время говорила, что он может петь. Но мама говорила, что он может быть великим. Но мама говорила, и вы знаете, он очень плохо закончил психбольницей. После этого психбольница снова, вновь повторилась. Это много лет длится, представляете? И вот он, Андрей Андреевич, нужно встретиться, я в студии работаю. В студии проработал два месяца, после этого Андрей Андреевич, мне не везет. Ну что ж такое, я уже и в студии свой альбом записал. И маму привез, и мама уже не такой голос. Да нет уже не голоса. Я ей говорю, вы что, не слышите, что у Жени нет голоса? У него нет голоса, он на пианино играть не умеет. Он не знает, что такое сольфеджио. И у него ко всему еще и слуха нет, как назло. Я говорю, это, знаете, мама его толкает, а у него не получается. И мама такая настырная, знаете, вот хочет она, чтобы он был луча на повороте. И все. И все. Она запутала человека и сделала в итоге этого человека очень несчастным. Прям очень несчастным. Ну и зачем это нужно было этому несчастному Жене?